вот знаете что меня в последнее время удивило по поводу российской армии их отношения бесчеловечные абсолютно отношения не только понятно там ко всем вокруг их но также и к самим себе ну то есть к своей собственно но и также отношение российской армии к матерям к матерям погибших я очень близко я сейчас расскажу это как происходит в американской армии я близко очень принимал участие в оповещении родственников у нас есть специальные школы но я сейчас расскажу почему это все мне началось сначала я увидел тоже видео которое все вы увидели но я сначала не понял я сначала не понял я сначала не понял почему она вот для меня сначала даже это не дошло почему-то на автобусе думаю чуть-чуть ну так надо было куда-то срочно так ехать почему в автобусе сидит рыдает вот так вот ну такое горем заливается у всех на глазах потому что ну я я не понимал вот этой вот логике у меня просто это не был мне это в голове говорится не умещалась но потом я еще несколько видео увидел я решил на этот недавно буквально что я тоже смотрел какой-то там какая-то тут уже мамка что-то говорит мне вот говорит позвонили тогда сказали что мой сын погиб и там что-то сказали помогут с дровами а так и не помогли но что-то было вот где-то в таком вот примерно ракурсе тогда я понял они им звонят вот почему вот это вот мамка рыдает в автобусе до маршрутки то есть у всех у всех на виду и то есть посреди бела дня куда она там ехала ей позвонил просто там берет телефон да там сидит какой-то ему сказали вот тебе списки вот номера телефонов и довольно так а так чмоня валерий васильевич чик алё алё слышно меня хорошо слышно родина высказывает соболезнования связи с кончиной вашего сына там трагический героический человек следующий и для меня вот это вот например она так на и наше происходит для меня это показалось такой дикостью ну то есть это вот есть разные уровни обесчеловечивание есть разные уровни того как ну армия не ведет допустим себя с ну во многих опять же там военные преступления все эти дела это это вот такая пирамида только не масло военная пирамида и можно ставить и вот база самая стоит этой пирамиды это то на чем вот держится вообще все и вот это вот отношение к военным сами самого самого общества потерей всех вот людей которые связаны это самая самая база то есть потом следующий кусочек этой пирамиды до следующая плита идет это уже отношение к именно к каждому отдельному солдату то есть а его чтоб у нас 5 называют топ-5 солдатские должны быть соблюдены там одежда крыша над головой покормлен по поинтам и так далее религиозные и еще там что-то было короче религиозные тоже а еще и почта то есть почта и вот религиозные вещи все должны быть удовлетворены где бы солдат не находился там на фронте и так далее так далее потребности вот такие пять основных там идет потом дальше а также амундирование там и так далее пирамида уже идет сужается вот это базово это то какое отношение к родственникам погибших в америке их называют семьи золотой звезды то есть каждой семье как у которых погиб кто-то но военный в смысле погиб на войне им вручается золотая звезда там разное даже есть и привилегии но их можно в америке по всем штатам более таких патриотических консервативных как техас например там можно даже заметить специальные парковки самые близкие то есть тут есть парковка инвалида и следующая за ним будет парковка это золотой звезды голд старт фэмили паркин вот ну и таких их много то есть зарезервированная парковка для пурпурной для те для тех у кого есть пурпурное сердце то есть был ранен боевых действиях ну или для золотой звезды семьям вот еще то есть зарезервировано для семей золотой звезды то есть семьи погибшего зарезервировано service and family members члены семьи вот мы так далее зарезервировано для семьи золотой звезды то есть если у них в семье есть погибший как у нас объявляют то есть у нас проходит специальная школа специальная школа в которую идет идут только высшего чина сержанта ну так называют senior то есть старшие сержанты это даже не даже не вникайте в слово сержант это абсолютно не то что вы подразумеваете под словом когда вы слышите это на русском языке как-то пытаетесь это сравнить там нет абсолютно такого российской армии но старший сержант это примерно одинаков по то есть есть семье 8 и 9 это наравне с капитаном там с майором допустим и в зависимости от того какая там позиция там может быть потом все все офицеры на них потому что у них опыт и в американской армии только только сержанты могут управлять личным составом офицеры этого не делают офицеры никогда не могут быть инструкторами только в офицерской школе но они не могут быть инструкторами это все делать сержанты сержанты это прописано в нашей синей книги так называется барона ван стюбина который счета до когда-то создавал вот этот вот корпус сержантский ну там все это прописано короче такой так вот сержанты то есть есть 7 в основном идут так но и есть и 8 то есть сержант с 1 сержант первого класса мастер-сержант или первый сержант они идут в эту школу эта школа просто их учит как нужно доводить сведения о погибшем человеке я когда был в ираке когда кто-то погибает у нас на базе идет полный blackout ну так пошагово допустим случается что-то погибает один человек когда их ну когда группа какая-то там допустим взорвался хамби с четырьмя людьми четырьмя военными там тоже все blackout то есть никто не имеет доступ к интернету никто не имеет доступ к телефону чтобы никто не вздумал пойти где-то на фейсбуке там что-то написать и чтобы семья узнала об этом не из достоверных источников то есть так далее не из тех не от того лица кто не тренирован в этом в этом очень очень важным и опять же вот это первая самая плита пирамиды это то на чем все держится то есть потом оповещается военная база поблизи семьи то есть допустим жена павшего солдата живет в колорадо потому что он на базе в колорадо спрингс мать живет где-нибудь там вайоминге или висконсине он сам родом или из нью-йорка звонится на базу или на рекрутерскую рекрутерский офис они во всех во всех городах абсолютно если нет большой базы то его рекрутеры они все там от старший сержант по рекрутерскому офису он отвечает за это тоже но на тренированный там то есть они потом собираются полностью наряжаются в парадную форму никто ничего все полный blackout то есть ты не может зайти не фейсбук на той базе где ты есть друг друзьям с зоны боевых действий тоже не можешь не позвонить ним ничего не сделать берутся все документы лично идет сержант первого класса с ним идут два офицера и лично идут и лицо лицом глаза в глаза то есть так сказать если если не найдут если дома никого нет они вернутся могут позвонить и сказать а вы дома там или как-то так ну чтобы встретить и только тогда только лицом к лицу они оповещают они ткнут там рассказывают понятно вот эту всю писюльку там которая написана что мол типа там президент соединенных штатов выражает скорбную там тттт и удается это короче похоронка и одно из самых главных правил я как раз был с этим связан там и так далее эта семья она теперь на попечительстве вот этих вот вот этого маленького отряда то есть там сержант старшего ранга с ним офицеры и они отвечают за все что нужно этой семье этой семье золотой звезды да то есть все что связано с похоронами это все будет они ну люди попали может быть вот вот как мы посмотрели она едет в автобусе она только ехала на работу тут и какой-то полупьяный полкан там или майор позвонил сказал все типа спасибо за за вашу чудом они если спасибо вообще говорят и теперь она должна тасоваться бежать шо куда в какие военкоматы куда где где получать там это все это все решается за семью если семье нужно будет куда-то уехать вдруг там какого-то надо повестить там дедушку который живет где-то день от телефонов я не знаю отвезут купят билеты на самолет с этой семьей теперь находятся и опять же эта группа находится с матерью если она в вайоминге и такая же группа будет находиться женой если она где-то в колорадо и эта группа будет работать абсолютно абсолютно совсем если это если мать вообще полностью впадает в ступор например да там уже не знает что делать будут готовить завтрак обед и ужин это это полностью полностью с ней пока все это не закончится потом понятно там еще и у нас есть специальные организации которые помогают процессу к этому справление спрос как справиться с горем там это их в каждой базе их много таких по разному они даже называются то есть на каждой базе но также может быть там к частному какому-то психологу будет реферал то есть это все армия будет оплачивать с этой семьей от этой семьи не отходит армия показывает полную не просто на словах полную там нашу поддержку а поддержку полно это я не говорю уже о том что моментально то есть даже 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 не успевает человек отойти там от только что вот этой вот новости все счета банков уже зарегистрированы там и так далее уже на счету то есть только-только дали заявление уже на счету будет лежать там 400000 и 100000 там там 100000 смотря зависит от чего на именно на похорон то есть 400000 как бы страховки 100000 долларов идет на похоронные вот эти все там она стоит во первых меньше чем 100000 но все равно это будет плюс это все будет с военными почестями там и так далее так далее ну вот то есть для меня это было дико так как я присутствовал так как я был лично на на оповещениях я был ну связан там то есть мне нужно было вот идти там с капитаном и мы с капитаном ходили с этой семьей то есть семья ну в полном шоке и надо было детей отвезти в школу или еще что-нибудь все не знает ну то есть все такая вот случилось это все получается такой как бы наряд ты входишь в этот наряд наряд по попечительству семьи золотой звезды да там до какого-то а потом уже после того как там это все проходит да уже все арлин там там все дела флаг складывают там и так далее тогда уже семья может получать попечительства и патриотических организаций в каждом городе есть всякие их миллион которые поддерживают ветеранов там и так далее у нас тут есть два ветеранских центра но эти все центры они также поддерживают семьи золотой звезды все что связано я не знаю там с помощью на нахождение работы помощь написание резюме по моему короче все все что все что оповещается кто идет эти вот показал я вам которые знаки все эти знаки они как раз стоят уже таких центров где можно приехать плюс там любые официальные понятно что такой знак допустим не поставить какой-нибудь тайский там повар да у своего тайского ресторана это понятно в более таких мест на там многие магазины многие супермаркеты такое дело потому что это престижно там и так далее кстати да вот еще нашел тут раз по-разному она может быть тут вот есть звезда пожалуйста уважайте этот это место и их sacrifice то есть их жертву ну то что они принесли в жертву не жертвенности как это так мы гордимся семьями погибших ну то есть резервен еще может быть такое тут такое ну короче по-разному это может быть есть еще что-то прям на на полу нарисованная короче мемориал семьям золотой звезды это то такая таким я хотел поделиться меня просто это вот убил опять же отношение к военным в российской армии это все известно просроченные пайки там и вот это все нам известно не выплата зарплаты то все по видео причем из уст самих российских военных которые там воют но вот это я думал они хоть так потому что это все же происходит уже ну как бы вне зоны ведения военных операций там где ну война есть война там где ты в окопах там по шею в грязи не спишь по пять дней то это часть работы но отношение вот к матерям такое что просто там ей ну чуть ли не там это алина васильевна вот тут тут вот все нету вашего власти новых ядно рожайте ну или как-то так это 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 даже выше ниже не знаю как это больше назвать скотского отношения к вот своему обществу поэтому поэтому это такой вот это лакмусовая бумажка обращения отношения не не в ничто другое не показывает как вот это отношение государства к российскому эквиваленту семьям золотой звезды это 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 приговор это приговор и причем причем колоссальнейший такой то есть всему 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 обществу вот этого так называемого российского российской федерации вот такое видео хотел с вами поделиться слава украине ирвам сава ирвам засу чекаем на перемогу